Всем привет дорогие друзья, с вами снова Элизабет Даркмор и сегодня у нас очередное видео по обновлению Хэллоуина, как же я этому радуюсь, так вот на этой неделе нам вышло нечто замечательное, а точнее привезли новых замечательных существ, это новые хэллоуинские кони, так что дорогие друзья, если вы еще не успеете, то бегом устраиваемся поудобнее, наливаем чайчик или же седлаем кошмарных коней и поехали! В порталах цитадель наездника, потому что все магические хэллоуинские кони всегда обитают именно там и ооо тут очень много народу, потому что есть на что посмотреть, два новых коня, один на модели Шайра, другой на модели Пейнтхорса и я целый, ну не год, ладно чуть поменьше, в общем мы с вами скупим двоих красавцев, Все остальные кони Хэллоуина меня не особо интересуют, они есть на основном аккаунте, а вот для меня они имеют ценность, просто посмотрите, какой новый обновленный магический Шайр, мне конечно очень жалко, что старого убирают, я буду долго поэтому грустить, Но эти новые создания, они просто порождение самой хэллоуинской бездны, давайте же на них посмотрим Первые кони, точнее лошадь, это не Майна, сестра кобыла наездника, то есть если раньше нам делали акцент, что ты можешь тоже иметь лошадь как у наездника, то сейчас они пишут о том, что это как бы сестра наездника, странно, я думала, что это будет жеребец, но да ладно, вот такой вот демонический облик, и ой, какие эти глаза, это пастюшечка и горящий зеленым светом ноздри, Ну а также пламенная грива, хвост, я не знаю, руна или узор из камня и все в огнях и лаве, это классно, ну в обычном виде это угольный черный Шайр, это просто комбинация из комбинации, его могут купить так же те, кто обожает демонологию, скажем так, и те, кто обожает вороных больших коней, да, это очень классно, И сейчас мы посмотрим другого коня и уже будем их покупать, и на самом деле я еще очень сильно хочу вот этих питомчиков, но пока, видимо, не смогу их себе позволить, надо посмотреть. Вторая лошадь это лаверна, и я очень рада, что разработчики добавили ей вот эту черепушку на голове, в первых версиях спойлеров этого черепа там не было, и лошадь действительно казалась какой-то недоделанной, черепушка спасла ситуацию. Эта лошадь кем является? Является одним из духов, который начинает бродить среди живых, как только граница между мирами становится слабее, хотя никто не знает, когда она к нам попала. В общем, некий такой дух, подробности вы, опять же, можете почитать в цитадели, кто и что она из себя представляет, но она на форме, ой, девочки, как это мило, на форме американского пейнтхорса. И это такая шикарная масть, господа! У меня, похоже, есть в Red Dead Redemption, сознаюсь. И именно поэтому эта лошадь пойдет сразу на два аккаунта, к Элизабет и на Основу. Вот, так что, ооо, вы такие вот шикарные кони, просто, ааа, Хэллоуин в моей душе забывает о счастье. Добавили двух новых питомцев, так, внимание на мою ворона-скелетика, нам добавили двух совушек, один демонический. Ну, вот, кстати, демоническая сова мне как-то меньше нравится, что-то в ней недоделанного, просто как будто черный кусок уголька с крылышками и двумя зелеными точечками. Ну, вот, вот эта совушка, вот она, да, она мне нужна. И, наверное, тоже на двух аккаунтах. Называют их Кена и Спай. Вот такие вот совушки, но если мы будем брать, то попозже. А сейчас давайте займемся тем, ради чего мы сегодня здесь и собрались. Это покупочка. Так, ничего, прическу менять нельзя, опять же. Так, кобыла. Нет, я хочу, чтобы ты был жеребцом, бессмертным. Эпической. О-о-о-о, эпический. Надо сейчас придумать, как тебя назвать. Я знаю, что это жеребец, но пусть его будут звать эпическая руна. Мне прям очень нравится, как раз вот этот узор, он больше напоминает мне какую-то руну, чем просто трещины в лаве. Застывший. Так что, эпический рун. Добро пожаловать в хэллоуинскую семью. Кстати, стоит он 900 с аркоинцем. Боже, что мы покупаем. Да. Да, мы тебя покупаем. О-о-о, какой ты классный. Это, кстати, третья. Третья? Нет, четвертая. По-моему, четвертая купленная лошадь у Элизабет. И я ее с этим очень сильно поздравляю, потому что первый десяток всегда очень волнителен. Мы, конечно же, отправляем его в конюшню и покупаем следующего. Все-таки я не готова избавляться от традиции захода в конюшню и поиска наших новых лошадок. Так, теперь мы купим лаверну. Она пусть так и будет кобылой, тоже бессмертной. И сейчас придумаем, как ее назвать. Я хотела бы ее назвать Аметистом, даже если бы это была бы кобыла, но Аметиста нет. И мне понравилось сочетание Душевная Аура. Прям очень-очень нравится. Духом как-то неинтересно ее называть. Он тебе будет и самым язычком меня заставляет волноваться все больше и больше. Такая лопушечка. В общем, Душевная Аура за 850 старкоинцев тоже отправляется к нам в конюшню. Ай, радости нет предела. Какая черепушка, маска, неважно какие рога, какие кристальные глаза. Все, отправить в конюшню. И мы сейчас посмотрим, сколько у меня осталось. Смотрите, у меня осталось ровно 25 старкоинцев. Нет, получается питомчики пока отпадают. Они, видимо, будут либо куплены в следующем году, либо чуть попозже, если я смогу в ближайшие недели Хэллоуина купить этому аккаунту Старрайдер. Ну, в общем, я очень рада, что мне хватило на этих двух магиков. Это классно. Недаром я оплачивала этому аккаунту 3 месяца Старрайдера. Так что теперь прыгаем в портал и в конюшню. Вот мы и оказались в моей конюшне с прозраками лошадок и с покачивающимися фонарями. Вот эти лапочки. Именно, кстати, здесь для них я место и расчистила, потому что раньше вот эти лошади стояли в полном беспорядке. Можно мне хэллоуинский стиль оставить навсегда в этой конюшне на этом аккаунте? Ведь девочка-вампирша просто, в принципе, создана для всего этого. Я очень... Так, я очень рада, почему ты злишься. Давай эмоцию счастья. Я очень рада, что смогла их купить. И действительно, большая удача, что мне хватило с наркотинцев. И лучше бы они закончились как раз после покупки, чем до. Ааа, как было? На кого бы сесть? Кого бы посмотреть? Боже мой, дайте мне амуницию. У меня амуниции на ней не так много, поэтому мы просто снимем все с шайра. И подковки в том числе. И отправим его в стойло. Вот, да, да, да. О, вообще все замечательно. Так, раз, два, три. Да, четвертые, а нет, пятые, шестые купленные лошади. Потому что у меня еще есть лепецант. О, ребята, я поздравляю всех с выходом этих новых лошадок, новых магических коней. И сейчас давайте чуть-чуть на них посмотрим. Это, кстати, в принципе, первый купленный шайр у меня на аккаунтах. Новые модельки. И это не позволяет мне не радоваться еще больше. Какой ты большой, эпический. Ребята, это полный восторг. Во-первых, да, шайр, он большой, он гигант и эпич, и ой, и эпик, эпик зашкаливает. Но, давай посмотрим, как выглядит на нем амуниция. Так, где? Местечко, вольтрап, на гавки на него нельзя. Ворону сажать не будем. У-у-у-у-у-у-у-у! Просто... Я просто в раю! Какое божественное создание, оно божество! Нет, оно просто божество. А теперь давайте посмотрим обычный его облик. Черный уголек, какой ты милый. Ребята, да. Чувствую у моего молодого человека, он, во-первых, тоже очень сильно горит желанием купить себе этого коня. Вот тоже в этот же день вместе со мной, чуть попозже только купит после этого видоса. И, видимо, у него это будет основной конь, потому что он обожает вороных, обожает гигантских и обожает эпических коней. Так, хорошо, теперь давайте посмотрим, как мы будем смотреться на пэнте, потому что это тоже очень интересно. Ну, здравствуй, душевная аура. И с твоими рогами там... Ой, это, кстати, первая лошадь на всех моих аккаунтах будет с косичками. Насколько я знаю, ни у кого из аккаунтов косичек нету, хотя я могу ошибаться. Но тут, во-первых, нету выбора, так как нельзя менять прическу. Ну и просто они ей очень сильно идут. Так, давай посмотрим на тебя. Во всей красе. А ногалок у меня, опять же, тут никаких нету, но да ладно. О-о-о-о, надо поближе, надо поближе. Я хочу посмотреть это чудо вблизи. Еще чуть-чуть. Во! Это черепушка! Классная! Прекрасная! Да еще и аметистовая, какая-то фиолетово-розовая. Голубые глазки. Это идеал сочетания моего сердца. Так, ладно, не помираем. Элизабет Дир... Пожалуйста, мокрась, я хочу это сделать. Ай, почему... Стой! Вы просто посмотрите на этот шикарный кадр. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Прям так и сфоткал, прям так и сфоткал. Боже мой, я не могу видеть истерика. Так, ну давай посмотрим твой обыкновенный городской вид. О-о-о, блик, зашкаливает! Какая красивая мать! Почему вот мало таких прекрасных пейнтов, пейнт-хорсов? Это же... Ой! Знаете, можно уже действительно... Ну, опять же делать видео. Red Dead, вид ССО, потому что там похожая масть есть. Только не на пейнте. На другой породе. Ой, ну красотка! Красотка! Ребята, я очень довольна покупкой. Нисколечки не жалею. Советую тоже, если вы хотите, если есть возможность, покупайте. Во-первых, это одни из последних моделек лошадей. Они новые, очень классные и стали очень популярными в игре. То есть, нисколечки не пожалеете. Во-первых, у пейнтов шикарная анимация для выездки. Я лично считаю. А шайры? Шайры всегда будут актуальны. Всегда популярны. Самая гигантская лошадь в ССО. Так что, тоже как бы, долго думать не советую. Опять же, если вы не успеете, у нас осталось еще две недели Хэллоуина. И если вы не успеете, то ждите этих лапушек только через год, не раньше. Я вот успела. И буду целый год напоминать всем о духе Хэллоуина. Чему я очень рада. О, у тебя же есть анимация! Я забыла! О, никакой не... Плюшевый, я хотела сказать. Какой ты массивный, большой. Вот. Так что, да, я очень-очень-очень счастлива. Пишите, кстати, комментарии, как вам эти лошади. Взяли ли вы двоих или кого-то одного, или вы вообще не сторонник всего этого. И не будете покупать ни одну из этих лошадей. Но и не из-за того, что у вас недостаточно старкоинцев, а просто потому, что лошади вам не понравились. Я буду ждать любых комментариев на эту тему. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь до следующего обновления с Хэллоуином. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. А я буду нагонять ужас в ночи! Субтитры подогнал «Симон»!